Можно безразлично относиться к ножевым ударам врага, но мучителен булавочный укол близкого человека. Виктор Юго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Особое внимание в ходе встречи премьер-министров было уделено вопросам развития и углубления сотрудничества в области инвестиций, реализации совместных проектов в сфере здравоохранения, цифровизации, а также регионального развития. По всем вопросам двухстороннего взаимодействия мы нашли точки соприкосновения и общее понимание о необходимости консолидации усилий для дальнейшего укрепления двухстороннего сотрудничества. Главной темой двухсторонних обсуждений стало расширение товарной номенклатуры. Также в рамках официального визита главы правительства Кореи Лина Кьёна в столице проходит бизнес-форум, в котором приняли участие более двухсот бизнесменов из полуострова. По итогам первого дня форума уже подписан ряд контрактов, в том числе и в области строительства завода по выпуску оптоволоконных кабелей и спортивно-оздоровительного клуба. «Потенциал сотрудничества между Кыргызской республикой и Республикой Корея значительен, а страны имеют хорошие возможности для совместного выхода на мировые рынки. Я уверен, что данные мероприятия усилят торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами и принесут плоды». В целях развития туристических связей, а также культурного обмена, стороны также обсудили вопросы возможного открытия прямого авиасообщения между Бишкеком и Сеулом. На переговорах было отмечено, что есть все условия для активизации торгового и экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Южной Кореей. «Для сотрудничества наших стран в первую очередь необходимо развитие товароборота, который сейчас недостаточно масштабный. Мы должны работать и создать возможности для экспорта и импорта товаров между нашими странами. Это также станет стимулом для политического взаимодействия и укрепит кыргызско-корейские отношения». По итогам встречи стороны подписали ряд документов, которые входят в внесение изменений в воздушные соглашения между странами и оказание безвозмездной помощи. Мэрием Кубаначпек, Кызынур Мухаммед Абдумаджинов, Новость Ошперим. Мэрия столицы планирует повысить тарифы на воду. Соответствующий проект постановления должен одобрить или отклонить бишкекский городской кинеж. Власти столицы предлагают повысить тарифы для населения до 8 сом за 1000 литров питьевой воды, а за канализацию до 2,3 сома. Для бюджетных организаций тарифы могут составить 9,1 сома, а за канализацию 3 сома. Прочие потребители будут платить 13 сомов за питьевую воду и 6 сомов за канализацию. Как сообщает пресс-служба мэрии, в последние годы возросли убытки бишкек-водоканала. Например, в 2017 году убытки составили 94 миллионов сомов, а в 2018 чуть менее 90 миллионов сомов. Основным источником дохода предприятия являются тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению. В городе Бишкек тарифы на воду уже несколько лет не поднимались. Сравнительно в Чуйской области, например, в Лебединовке и Токмаке от 8 до 9 сомов. И только в Бишкеке 5 сом 38 тыин. На самом деле правильная сумма выходит свыше 8 сомов. Это очень напрягает бюджет мэрии Бишкека. Хотелось бы обратиться к жителям города. Берегите воду. Летом многие поливают свои огороды питьевой водой. Мы не говорим, что цены сегодня же поднимутся, но идет подготовка к повышению тарифов. Что грозит нарушителям ПДД, не являющимся владельцами авто, пояснили в ГОБДД. Если основываться на законе, штраф должен уплатить собственник автомобиля, а не сам нарушитель. Однако это не значит, что водитель останется безнаказанным. По некоторым оценкам, около половины автолюбителей страны ездят на автомобилях, оформленных по доверенности. При этом штрафы приходят не нарушителю, а владельцу авто. Старший инспектор отдела розыска Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД Аян Койшибаев пояснил, что согласно закону штраф будет платить собственник. Однако после того, как собственник уплатит все штрафы и пеню, он вправе обратиться в суд и взыскать затраты с нарушителя. При этом сотрудники дорожной милиции не вправе забирать автомобиль нарушителя на штрафстоянку. Единственное, что они могут сделать, это передать лихачу контакты владельца авто, который его разыскивает. Антикоррупционная служба ГКНБ выявила коррупционную схему в госучреждении УНА при ГРС по незаконной постановке на учет автомашин. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ. АКС расследует уголовные дела в отношении должностных лиц Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава, которые организовали коррупционную схему по легализации авто, ввезенных на территорию Кыргызстана без уплаты таможенных платежей в ущерб государственному бюджету. Были задержаны две автомашины марок Lexus и Chevrolet, которые были завезены незаконно. Предварительный ущерб от ввоза и регистрации указанных автомашин на территорию Кыргызстана составляет 2 млн 608 тысяч сомов, сообщили в ГКНБ. Сейчас АКС работает над выявлением аналогичных фактов легализации авто и причастности сотрудников ГРС к коррупционным схемам. Для Джогургу Кенеша июль отмечен месяцем встречи с народом. В настоящее время депутаты выезжают в разные уголки страны, чтобы ознакомиться с проблемами местных жителей. Так и слуги народа Улан-Примов и Улугбек-Урмонов посетили Алайский и Чуналайский районы, чтобы на месте изучить вопросы, беспокоящие население. Наряду с парламентариями регион посетили и заместители различных министерств. О том, какие вопросы обсуждались на встрече нардепов с народом, смотрите далее в сюжете. Субтитры создавал DimaTorzok На парламентских каникулах депутаты Джогургу Кенеша проводят встречи со своими избирателями на местах, жителями Оржской области. Народоизбранники Улан-Примов и Улугбек-Урмонов посетили Чуналайский район, где ознакомились с ходом строительства школы в селе Кашхасу, где обучаются 375 школьников. Депутат Улан-Примов отмечает о необходимости выделения средств из бюджета для жителей отдаленных регионов Оржской области. Будет выделено более 70% объектов, они финансируются, а остальные оставляют на потом. Данная школа очень нужна Кашхасу. Там только были рассмотрены школы, которые пострадали от наводнения, а эта школа так и осталась не отремонтированной. Средняя школа имени Ленина в селе Харамык была построена в прошлом веке. С тех пор в учебном заведении не проводился капитальный ремонт. Денег, выделенных на обновление школы, недостаточно, сообщают строители. Это значительно растягивает срок окончания ремонта. На ремонт было выделено 8 миллионов. Как вы сами видите, 70% ремонтных работ закончены. Дай бог, если выделят остальную часть денег, то мы успеем завершить срок все работы. Вместе с депутатами Чунгалайский район приехали и представители Агентства государственного строительства, Министерства финансов, чрезвычайной ситуации, транспорта и дорог. В ходе встречи представителю Министерства финансов было дано поручение безотлагательно решить вопрос с выделением средств. Далее депутаты направились в село Дарод-Коргон в Чунгалайском районе. Было отмечено, что село находится под угрозой затопления, и если сейчас не решить проблему, последствия могут быть плачевными. Нужно в кратчайшие сроки производить берегоукрепительные работы, отметили депутаты. Представители власти пообещали решить вопрос соответствующих комитетов в Чугар-Ку-Кенеша. Кроме этого, народоизбранники посетили один из крупнейших каналов в Щи-Бе-Джи-Кен-Ди. Строительство канала является приоритетной задачей Улана Примова, так как от начала строительства он всячески содействовал в выделении средств из бюджета. Депутат заявил, что этот вопрос у него остается под особым контролем. Также депутаты провели встречу с местными активами и жителями района. Были выслушаны пожелания и просьбы местных жителей. Как оказалось, основные проблемы – это задержки строительства детских садов и школ, задержки пособий, проблемы медицины и строительства дорог. Депутаты и представители власти приняли во внимание все просьбы и чаяния сельчан и отметили, что вопросы финансирования будут решены в ближайшие сроки. В 2019 году для Чонгалайского района в целом из бюджета было предусмотрено 63 миллиона сомов. Из этой суммы уже выделено 51 миллион. Также необходимо выплачивать и компенсации жителям Высокогорья. Так как Чонгалай является одним из самых отдаленных районов Кыргызстана, условия жизни здесь очень сложные, и такие социальные проблемы не должны оставаться в стороне, считает Лампримов. Стоит отметить, что депутат часто посещает Чонгалайский район и старается решать вопросы по мере возникновения. Как известно, в июле депутаты встречаются с избирателями на местах. Мы тоже побеседовали с жителями Чонгалайского района, выслушали пожелания и проблемы народа. Нужно решать вопросы строительства школы, детских садов, водно-иригационные проблемы. Поднимались вопросы заработной платы медработников и учителей, пособия, пенсии. Даст Бог, с начала сентября начнем работать над решением этих задач. Строительство арки при въезде в село Гульчо было приостановлено из-за недостаточного финансирования. Тогда депутат Лампримов принял решение и взял все дальнейшие расходы на себя. На сегодня работа практически подходит к завершению. Эта арка уже давно простаивала недостроенной. Такой большой подарок преподнес своему народу. Эта работа требует немалых затрат и сил. Видно, что старается для народа. Желаем ему успехов. Встреча с местными жителями и представителями власти прошла плодотворно. Все вопросы были учтены. Жители Чоналайского района благословили и проводились напутствиями своего избранника Улана Примова, пожелали ему успехов и сил в решении проблем. И к новостям в мире. Сегодня, 18 июля, в японском городе Киото вспухнул пожар в здании анимационной студии. В результате погибли более 20 человек и около 40 пострадали. Причиной возгорания, как сообщается, стал умышленный поджог. Полиция задержала на месте происшествия 41-летнего мужчину, который, как предполагается, разлил внутри здания легковоспламеняющуюся жидкость. Сам он также пострадал и был доставлен в больницу. В тушении огня были задействованы три десятка расчетов. Пожар уже потушен. Сильнее всего пострадали второй и третий этаж здания. Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрес Гебриесус. За последнюю неделю вирус распространился в двухмиллионном городе Гоме. По данным Гебриесуса, риск распространения Эбола в стране остается высоким. На данный момент в Конго зарегистрированы 2512 случаев заболевания. От вирусной лихорадки погибло 1676 человек и всего лишь 703 выздоровело. Ежедневно в среднем выявляются 12 случаев заболевания. В 2015 году в Африке эпидемия затронула три страны – Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным Всемирной организации здравоохранения, во время последней крупной эпидемии тогда были заражены 28 600 человек. Более 11 тысяч скончались. Болезнь, вызванная вирусом Эбола, острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. В швейцарской деревне Монтищага, расположенной на юге страны, продают дома за символическую цену. А точнее, за один швейцарский франк, что в переводе на отечественную валюту составляет 70 сомов. Это предложение распространяется на обветшавшие каменные дома в кантоне Тичина, частично или почти полностью разрушенные. Муниципальные власти отмечают, что все постройки подключены к водопроводу. Недвижимость находится в горах рядом с озером Лагомаджоре. Деревня расположена неподалеку от итальянской границы, поэтому оттуда можно быстро добраться до Милана и озера Кома. Будущие владельцы обязаны отреставрировать здания. Местные власти надеются, что подобная распродажа поможет вдохнуть жизнь деревню. Они собираются предложить новым жителям вакансии рыбаков, фермеров, строителей и пекарей. Хорошая новость для спортсменов. Повышена заработная плата тренером и работникам учреждений физической культуры и спорта. Об этом сообщил аппарат правительства. По его данным, Кабмин повысил на 50% заработную плату тренером на 20% работникам учреждений физической культуры и спорта. Решение подписал премьер-министр Мухаммед Калая Балгазиев. Заработная плата увеличена полутора тысячам тренеров и около 400 работникам учреждений физической культуры и спорта. Кроме того, постановлением Кабмина оптимизирована выплата стипендий, достигшим высоких результатов на международных соревнованиях, в том числе спортсменам, завоевавшим лицензии на Олимпийских и Паралимпийских играх. Кыргызстанский боец смешанных единоборств Антонина Шевченко впервые вошла в рейтинг абсолютного бойцовского чемпионата UFC. Ее имя появилось в обновленном списке лучших бойцов, которые организация представила 16 июля. Спортсменка заняла 15-ю строчку среди бойцов женского дивизиона наилегчайшем весе. Стоит отметить, что этот список возглавляет ее младшая сестра Валентина Шевченко. Дебют Антонины Шевченко в UFC состоялся в декабре 2018 года. Первую победу она держала над спортсменкой из Южной Кореи Жи Йон Ки. Второй раз она встретилась с американкой Роксаной Мадафери и проиграла по очкам. Следующий бой в рамках UFC Кыргызстанка проведет 3 августа против Люси Пудиловой на турнире в Нью-Йорке. Кыргызстанская сборная по джиу-джитсу с успехом выступает на чемпионате Азии по джиу-джитсу в Монголии. Об этом сообщили Федерации спорта Кыргызской республики. Турнир проходит в городе Улан-Батор. В настоящий момент отечественная команда завоевала 2 серебра и 2 бронзовые награды. Спортсмен Далер Марасулов выступал в весовой категории до 69 килограммов и стал третьим на пьедестале почета. Весе до 85 килограммов лучшими стали братья Муртазали и Абдурахман Муртазалиевы. Первый выиграл серебро, последний бронзу. Турекан Баганбай-Улу в весе до 77 килограммов стал серебряным призером. Итого в копилке сборной Кыргызстана 4 медали. Это были наиболее важные события в стране и в мире к этому часу. С вами была Роза Хурманбекова. Далее смотрите прогноз погоды и до новых встреч в эфире. Роза Хурманбекова Роза Хурманбекова